всем привет у нас сегодня прям настоящая весна светит солнышко очень классненько теплая погода оливия даже выпросил у меня вот поехать на беговеле прокатиться мартин наш приболел дома сейчас сидит мы вышли и папа тоже на пару с ним мы вышли прогуляться подышать воздухом зайти магазинчик оливия решила проверить водичку идет ли не идет какой-то период времени по всему городу поставили такие вот не знаю как это называется и для чего это в общем даже какое-то время текла вода но потом ее перекрыли и вот они остались такие колоночки без воды для чего-то неизвестно не идет да ну когда-то я помню текла водичка ой ой осторожно давай-давай я тебя спущу давай а посмотри какая большая машина это местный памятник автомобилистам раньше эта машина еще в моем детстве было более недвижащем виде все было открыто даже стекла стояли ну прям настоящий настоящий грузовик такой но потом местные бомжи оборудовали для своей жизни или не знаю для чего они там что они там делали ну в общем однажды там был пожар в самом багажнике и после этого случая эту машину полностью запаяли вот металлом то есть туда даже никак не залезть а раньше пацаны вот прям туда заходили дверь открывалась садились там руль был в общем было так прикольненько сейчас туда никак не залезть все запаяно полностью ну так такой вот тут памятник а мы вообще сейчас идем хотим посмотреть у нас реконструкция была нашей детской поликлинике хотим сходить посмотреть заработала она или нет и вот этот памятник как раз как раз вот рядышком вот вот эта поликлиника вот это вот пойдем проверим потому что мартин заболел и мы хотим сходить за справкой и чтобы нам уже знать куда идти туда или все-таки на старое место где они временно их переселили ну я надеюсь что он уже работает потому что они должны были открыться еще в конце декабря уже конец января поэтому я надеюсь еще недавно буквально они все-таки еще там что-то делали сроку они точно не успели ну пойдем проверим может уже доделали пойдем оливка прогуляемся ленка пойдем кругами тут ходим осторожненько в общем не работает наша еще поликлиника рабочие еще там гуляют что-то там до убирают надеюсь вот-вот наверно они все-таки заработают ну придется нам наверное еще обратиться в другое место где не час временно вот а мы еще зайдем еще в наш местный магазин купим колбаски потому что я не знаю как справляться дети ничего не едят мы решили с мужем отказаться от колбас от сосисок но в принципе мы бы без проблем справились наша ли она тоже кушает очень хорошо и овощи и рыбу как бы но оливия и мартин вообще ничего не едят мы неделю как мы покупаем колбасы и они просто едят макароны пустые без ничего картофельное без ничего то есть ничего не едят и я наверно все таки сдаюсь и зайду в магазин наш куриный местный и куплю наверное немножко колбаски потому что жалко смотреть на их пустую вот эту виду да сейчас едем домой сосиски-то оливки купили мартин с ней кушает он просит еще на бутербродики колбаски поэтому все таки наверное я зайду куплю оливка говорит что она уже замерзла все-таки погода еще такая обманчивая если не на солнышке то ветер холодненький даже немножко горит подмерзло поедем домой же да сейчас заедем по дороге мы как раз идем магазин купим колбаски мартин будет доволен счастлив потому что люди как надо бутербродик с какао попить не знаю как решить этот вопрос потому что они не едят вообще ничего не едят овощи ну кроме ли он и нас папой они не едят ни рыбу ни мясо никакие бобовыми чтобы заменить тоже не все это не едят и прочее все наше желание избавиться от колбас в нашем доме увеличалось крахом так что идем покупать колбаску вообще классный у нас райончик такой все рядом поликлиника в пяти минутах ходьбы ну может если медленно 7 минут школа через дорогу садик вот магазин курины здесь только продают курицу именно этого этой фабрики курочка тушка разделка всякая лесная и колбас все куриные вот сюда зайдем или у нас что капризничает купила вот такой кусочек колбаски небольшой куриная колбаска высшего сорта естественно купила небольшой что папа нас все-таки не заругал я думаю сильно нас не поругает что дети ничего не едят мы сегодня с лиона уже гуляем второй раз папа наш приболел я его не стала будить когда отводила оливию в садик оливия опять упала в общем проснулась лиона и мы вместе с ней собрались и оливию отвезли в садик потом я решила тому мужу немножко небольшие проблемы со здоровьем об этом я тоже как-нибудь поделюсь расскажу в общем я решила ему купить абонемент на плавание чтобы он походил в общем этот абонемент продается можно его приобрести в профилактории это очень известный в нашем городе такой профилакторий санаторий для железнодорожников туда приезжают очень много людей на лечение на какие-то процедуры с россией украины ну в общем и для местных для белорусов я именно городских местных выделили одно время на 19 часов на 7 часов вечера можно тоже купить абонемент и ходить но только одно единственное время и самое интересное чтобы приобрести этот абонемент нужно запомнить важный момент что продаются они только один день в месяц это последний вторник месяца сегодня был один день и если ты не купил сегодня ты все жди следующего месяца это тоже очень прикольно так что вот мы успели мы все купили сленка светили утренняя у нас прогулочка такая была наша папуля будет теперь немножко заниматься спортом плавание это класс я ходила как-то не очень-очень нравилось занимается с марсином будут ходить вдвоем мартин смотри что я купила вот это реакция ну вы поняли да как мартин как мартин соскучился папа ничего не против колбаса колбаса нет я говорила что папа будет может ругаться но я купила небольшой кусочек специально а я же съем омлет колбаска бутер не успели мы прийти раздеться ленка уже решила поспать всем пока подписывайтесь на канал если подписались